Доброе всем утро! Общаться здорово, да, Михаил. Ну и пока вы пишете о своих планах сегодняшних, я вам хочу сейчас рассказать о том, как я пополняю свой список знакомых из интернета, потому что возможности работать офлайн у меня выпадают очень редко. Вот я очень тоже хочу освоить инстаграм. Сегодня уже начала создавать странички в ВК. Раньше у меня до этого их не было, я работала только в фейсбуке и одноклассниках. Но теперь буду осваивать еще и ВК и инстаграм. Это здорово, когда здесь мы можем себя... Нет слайдов? Сейчас попробуем. Сейчас видно? Угу, замечательно. Так, значит, как я пополняю список знакомых? Я работаю по рекомендациям и работаю со страницами знакомых. Как я это делаю? Вот работа по рекомендациям. Работа по рекомендациям – это, например, если человек... Ну, я поговорила, пообщалась с человеком. А он, например, говорит, ну, там, мне это неинтересно, я этим заниматься не буду. Тогда я начинаю с ним общаться и узнаю у него, например, кто у него из знакомых, например, ищет работу. Кто-то там, допустим, мамочки в декрете. Активные люди, кто у него из друзей, с кем бы я могла пообщаться. И мне друзья охотно делятся со мной этой информацией, и я вношу их в список знакомых. И когда уже пишу человеку, я уже пишу, от кого, допустим, я знакома с этим человеком. То есть, нахожу общих знакомых. Если человек, допустим, далее, например, как я работаю со знакомыми знакомых. Если человек, например, стал партнером компании «Арифлейм», но он сам еще боится рассказывать о бизнесе. Вообще бывает такое, да, что люди стесняются как-то, чего непонятно еще. Но эти тараканы, они там со временем убегают из головы, но пока вот на начальном этапе случается вот такое. И тогда этот человек просто путем переписки со своими знакомыми, со своими друзьями, он меня также знакомит с ними, и я потом уже начинаю рассказывать им о бизнес-возможностях. Во-первых, я сначала, сначала для начала я выявляю их потребности, что человек хочет, например. А потом уже предлагаю возможность. Еще бывает такое, что человек, например, вы с человеком знакомы, вы предложили ему, да, но он вообще не хочет вообще идти на контакт, не хочет вообще никаких знакомых вам давать, ну вообще не хочет даже общаться на тему сетевого маркетинга, на тему «Арифлейм», все вообще ему неинтересно. Он там говорит, что косметикой не пользуюсь, сетевом работать не хочу, меня так все в жизни устраивает. Поэтому все. И с моими знакомыми тоже как бы общаться на эту тему не буду, нет времени и все такое. Тогда я просто-напросто захожу к нему на страницу и ищу наших общих знакомых. Просто понимаете, когда вы ходите по друзьям, вот заходите в друзья друзей, вы там обязательно найдете людей, которых вы знаете. Это там, я не знаю, может быть в одном городе вы жили, учились вместе, работали вместе. Вы обязательно встретите знакомое лицо. И переписку завязать можно, ну я не знаю, на любую тему там. Увидели у него там красивую фотографию на странице, еще что-то, поставили лайки, там написали какой-то комментарий. И так завязывается контакт. То есть в интернете контакт завязать очень легко. И бояться тут нечего, потому что, ну потому что, ну по голове же вам не стукнет никто. Заблокировать за это тоже никто не заблокирует. Вы же не навязываетесь, вы просто общаетесь с человеком. Видите, если вдруг, ну человек не общается с вами, ну значит идем дальше. Поэтому знакомые, знакомые, вот еще работа далее. Работа с людьми, которые ставят лайки, дарят подарки. Вот. Я, например, когда мне вижу, мне дарят подарки совершенно незнакомые люди, да, там. Либо ставят мне лайки на странице. Я обязательно захожу к этому человеку, смотрю вообще, что там, что он не занимается сетевым маркетингом. Просто человек, ну вот понравилась ему там моя фотография, либо он решил мне подарить подарок, там, ну не знаю по каким соображениям. Ну понравилась я ему, может быть, как человек. И тогда я пишу им сообщение, что спасибо вам там за оценки, спасибо за подарки. И начинаю, потихоньку начинается общение. То есть человек вам обязательно откликнется, если вы к нему с позитивом приходите. Поэтому очень много, очень много способов, чтобы вот завязать общение. Тем более, что люди пришли в Одноклассники, например, вот я работаю в соцсетях, в таких соцсетях, как Одноклассники и Фейсбук. Там люди же приходят туда общаться. Соцсети, они для этого и созданы, для общения, для того, чтобы знакомиться с новыми людьми, для того, чтобы найти новых друзей. И если человек видит, что вы открыты для общения, то с удовольствием тоже начинает общаться. Поэтому ищите, не бойтесь этого. Вот я тут поставила такой слайд и написала, копайте, не останавливайтесь, и вы удивитесь результату. Вот смотрите, для примера, да, когда, например, землекопы копают землю, то вроде бы вот она уже рядом, куча земли огромная, а земля еще можно копать, 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 и она как бы не заканчивается. Точно так же, точно так же и люди не заканчиваются никогда. Вот когда вы начинаете, с одним пообщались, с другим пообщались, они прямо вот появляются, появляются, появляются. То есть у вас нет такого просто, что закончились люди, такого просто быть не может. Вот я вам еще раз говорю, вот вы представьте, допустим, землю, либо песок. Вот вы сидите, когда сейчас лето, сейчас многие ходят на пляж, попробуйте покопать песочек руками. То есть вы будете тут огромную кучку накапывать, а песка будет еще очень-очень много. И когда вы копаете, копайте, вы обязательно найдете свои бриллианты. Ланю-то к нам присоединились. Доброе утро. Рады видеть. Так что копайте, не останавливаясь. Тем более, я говорю, интернет нам дает такие огромные возможности, там столько людей можно найти. Просто вообще супер-пупер. Теперь хочу поговорить о том, что же останавливает нас, что не дает нам копать. Как вы думаете? У кого какие соображения по этому поводу? Что мешает нам работать? Что мешает нам общаться с людьми? Что мешает нам искать новых людей? Еще у кого какие мнения? Лень. Согласна. Не делаем. Но не делаем почему? Причина же какая-то должна быть, почему мы не делаем. Ну, вот, вот это вот точно, то, что не приперло они, да. Страхи. Согласна. Ребят, я вот знаете, я очень много, меня тут, как говорится, я нахожусь в стадии ломки. И очень много анализирую вообще, вообще свои действия все анализирую, анализирую. И вот делаю выводы, почему не идет рост. Так, как и у меня, как и у других, почему мы останавливаемся, почему мы не растем. И знаете, да, я нашла вот лично для себя, я нашла две причины. Это лень, о ней тут уже говорили. Человек, вот знаете, бывает такого, что человек знает, что если будет действовать, вот в любом, да, действии, если человек что-то делает, он обязательно получает результат. Согласитесь со мной? Что если как-то мы будем шевелиться, все равно что-то нам получится, если долго мучиться. Ну и человек, вот он настолько реально лень бывает, что он даже знает, что будет, если работать, что будет действовать, какой он результат получит. Но ему настолько лень, что он лучше просто вообще заморачиваться лень, работать с мозгами ему лень, делать определенные действия ему лень, что он готов 40 лет ходить на работу за копейки. Там же не надо заморачиваться, там сказали, что делать, делаешь. Послали куда-то очень далеко, а пошел. То есть вот все, мозги не напрягаются, все отлично, напрягается только известное место, потому что начальство гоняет за то, что ты там что-то не доделал. А так все, хожу на работу, получаю зарплату. Нас так воспитали, да, нас воспитали, что мы должны работать на работе. Никто не может понять, что человек может работать на себя. Только те, кто находится сейчас здесь, в сетевом бизнесе, вот только те поняли. Сейчас, конечно, век такой наступает, что новое поколение растет, и они начинают понимать, что можно зарабатывать денег, не работая физически много и не работая на наемной работе. Ребята, проснитесь, где вы? Мы тут с Анютой общаемся, остальные куда-то убежали. По своим делам. Кто здесь? Кто еще с нами? Поставьте плюсики, что ли, хотя бы. Ура, Лили с нами тоже, и Анастасия. И Михаил тоже. Ну, продолжаем дальше. Но я хочу вам сказать, что лень – это еще не самый главный наш враг, ребята. Я очень много смотрела, наблюдала, я сделала, знаете, какой вывод? Что у очень многих есть боязнь ответственности, и поэтому они не растут. Представьте, когда у вас появляется команда, у вас появляется ответственность. Согласитесь, не только за себя ответственность, а уже за команду. Вы должны поддерживать себя, у вас уже появляется ответственность перед компанией. Вы должны уже обучать людей, которые будут приходить к вам. А многие боятся, многие боятся, что «да я сам еще ничего не умею, как я вообще? Вот лучше я там посижу где-нибудь в сторонке, и все будет замечательно». Поэтому роста нет. Как бороться с этим? Хотите узнать? Вообще согласны с тем, что некоторые боятся ответственности и не хотят расти? Вот стоит какой-то затык и не хотят расти, не могут расти, потому что боятся ответственности. Согласны со мной? Поставьте плюсики. Да. Отлично. Хотите узнать, как с этим бороться? Вот смотрите, ребята. Ну как бороться с ленью? Я просто поделюсь тем, как я это делаю. А вы уже там, ну конечно же, у кого-то, может быть, будут свои методы, вы можете ими тоже поделиться. Но что лично мне помогает? Вот бороться с ленью мне помогает Ютуб. Я захожу на каналы лидеров, смотрю их ролики, смотрю, как они получают зарплату, как они ездят на конференции, как они путешествуют. И я смотрю и понимаю, что я тоже так хочу. А для того, чтобы у меня так было, я должна сделать то, что делают они. Поэтому я стараюсь учиться. Я постоянно прокачиваюсь этими роликами. Потому что я заметила, если, допустим, день, два, три не смотреть ничего, то прям вот правда такой тонус раз и падает, прям ниже плентуса. Поэтому, когда постоянно, каждый день, вот мне говорили всегда, смотрите мотивашки какие-то, смотрите мотивашки. Я думаю, ну и вообще зачем мне это там какие-то ролики смотреть, зачем мне это нужно? А когда я начала это смотреть, я поняла, что да, только так можно прокачаться, только так можно настроиться на работу. Потому что, ну, просто иногда бывает реальный лом, что-то сделать. А когда посмотришь что-то такое интересное. Вот я сегодня, например, с утра посмотрела ролик «Сколько можно заработать в Reflame», как Васильева. Ролик Васильева, он снимал зарплату. Он сначала показал на экране свой, значит, чек, а потом снимал зарплату с банкомата. После этого просмотра у меня прям пятки загорелись, захотелось работать скорее. Я начала писать всем. Вот, поэтому обязательно смотрите, и у вас все получится. И вот по поводу боязни ответственности. Нужно понять, как вообще с этим бороться, как перестать бояться ответственности. Нужно понять, что вы не одни. Когда вы пришли новичками, что вы не одни, и что вам обязательно помогут. То есть не умеете вы проводить собеседование, вам помогут лидеры, они проведут это за вас. Не умеете проводить там тренинги какие-то, семинары, вы еще ничего не знаете, вы постепенно научитесь. Вы должны вбить себе в голову то, что с вами рядом всегда есть наставники, которые вас не бросят, которые вам помогут, которые будут с вами. Постепенно, потихоньку, и медведи на велосипеде учат кататься, не боги горшки обжигают, сразу тоже ничего не получается. Но ведь наши лидеры, они же не родились такими, они стали лидерами, они сами себя сделали. Точно так же они вам помогут сделать себя, сделать вас лидерами. Если, конечно, только вы этого захотите. А вы хотите? Кто хочет? Стать мега-супер-пупер лидером вообще. Опять одна Аня у нас хочет. Вот видите, Анастасия какой способ нашла. Она вспоминает в мыслях сил-всю команду. Здорово, здорово. Ну, то, что, Михаил, вы хотите, мы уверены в этом, даже не сомневались, нисколько видим, как вы растете, и мы стараемся, конечно, равняться на вас. Ребят, как итог, что я могу подвести итог. Вот, чтобы понять, что именно вам мешает, предлагаю вам уединиться минут на 10-15 где-то, чтобы вам никто не мешал, чтобы у вас не работал телевизор, чтобы у вас машинка стиральная не стирала, молоко на плите не стояло, чтобы детки спали в это время, например, чтобы была полная тишина. Вот. И сядьте и подумайте, что именно вам мешает. Мешает вам лень или мешает вам боязнь ответственности. То есть мы, чтобы бороться со своим врагом, должны его знать в лицо. Согласны со мной? Поставьте плюсики. Вот как только вы поймете, кто ваш враг, вам будет легко с ним бороться. Поэтому прежде чем, как говорится, выйти на тропу войны, сначала определите. Своего врага, что вам мешает. И все. Бейте его беспощадно. И все будет прекрасно. Просто понимаете, ребят, в любом деле, в любом деле, обязательно кто-то преуспевает, кто-то нет. И этому не причина государства, другие люди, кто-то там еще. Этому причина только вы. Вот когда вы это поймете, что только вы можете либо помешать себе, либо помочь себе изменить свою жизнь. Вот тогда все получится. Я вот сейчас хочу быстренько, быстренько, потому что сейчас уже семинар начнется. Я хочу быстренько рассказать вам историю. Я люблю рассказать истории из своей жизни, из жизни моих знакомых по поводу 90-х. Когда проходило как раз становление, переходили к рыночной экономике. Тогда, если кто-то помнит, кто-то знает, кто-то, может быть, в этом участвовал, было, конечно, как говорится, кто в лес, кто под рова, и каждый как мог, так и строил свою жизнь. И, понимаете, допустим, в 90-е годы, помните, как начинались рынки, когда начались вот эти челноки, когда началась торговля на улицах, на рынках, на базарах, когда магазинов еще толком не было, как это все начиналось. Я помню, как моя сестра, я еще была тогда подростком, а моя сестра, она тоже решила заняться вот этой вот коммерцией. Они поехали в Москву, там закупили вещи какие-то. И, понимаете, раньше было так. Там не было, как вот сейчас, например, в один магазин продуктов, в другой магазин бытовая химия, там одежда и все такое. Раньше торговали на капоте с машины. И там было все от бульонных кубиков до батареек. И вот они этим всем закупились, привезли, вышли на рынок, положили это все на капот, как все остальные, там было очень много народу. Постояли день, постояли два, никто ничего не берет. Они сразу сказали, а, это не работает, это вообще, это не бизнес. И бросили это все. Я помню, как мы эти вещи там раздавали, дарили людям, чтобы избавиться от этого всего, как мы ели эти бульонные кубики. А кто-то же все-таки вот с этого капота, не останавливаясь, продолжал работать, поднялся. Поднялся. Кто-то, вот кто-то сейчас, я знаю, кто вышел с рынка, кто-то построил магазины, у кого-то есть уже оптовые базы, дома там огромные, они ездят отдыхать за границу. А кто-то, как стоял на капоте, но только не на капот перешел, а там на рынках сейчас стали уже там какие-то палатки ставить, либо там что-то, мини-магазинчики какие-то арендовывать начали. И все, и дальше не движется. Почему? Я вот задавала вопрос, ну почему, почему? Все вышли с этого же рынка. Кто-то ушел совсем, кто-то остался на раскладушке, а кто-то построил магазин вообще империи, потому что, во-первых, скорее всего лень, а во-вторых, самое главное, боязнь ответственности. Ведь магазины, оптовки, когда человек растет, это же ответственность, появляются люди, нужно организовывать уже этот бизнес. А здесь, ну съездил я челноком в Москву, закупил там опять партию трусов, привез, продал их опять на раскладушке, опять уехал, опять купил. Разницу все в карман положил, вроде бы на хлебушек есть и ладно. Но человек привязан, человек не растет. Точно так же и в нашем бизнесе. Кто-то уходит, приходит и уходит, говорит, что это не работает. Кто-то стоит на раскладушке с каталогом, на стойке, либо бегает с каталогом, занимается мелкой торговлей и живет на эту разницу. А кто-то строит империи, кто-то хочет путешествовать, у кого-то большие амбициозные цели, кто-то хочет путешествовать, хорошо жить, обеспечить будущее своим детям, внукам и правнукам. Так вот, ребята, если мы хотим, чтобы все наши мечты исполнились, значит нужно убивать своих тараканов и своих вот этих врагов. Лень и боязнь ответственности. И тогда все у всех будет отлично. Я надеюсь, что я вам сегодня была полезна. Я надеюсь, что я зарядила вас на сегодняшний рабочий день. И хочу теперь узнать, как ваше настроение по десятибальной шкале. Спасибо, Аня. Все отлично, настроение у всех боевое. Теперь бежим на семинар. Сегодня у нас классный семинар Академии Красоты. Поэтому мы не расходимся из комнаты, остаемся здесь. Я была рада, рада, очень рада всех вас видеть. Всем большое спасибо за участие. Хорошего вам дня, позитивного роста, всем огромного, больших команд. И чтобы все у вас получалось. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok